Представьте на мгновение, что наше правительство управляет муниципальной инфраструктурой, улицами и общественными зданиями, так же, как оно управляет нашей цифровой инфраструктурой. Парламент работал бы в арендованном помещении, где ему запрещено предлагать более строгие законы об охране природы, потому что владелец, транснациональная корпорация, не допускает таких обсуждений в своем здании. Не позволит она и давно необходимое расширение, чтобы здание вмещало более 500 делегатов. Это значит, что некоторым депутатам придется остаться снаружи, на улице. А в паре кварталов отсюда абсолютно новый спортивный комплекс уже сносят, всего через полгода после строительства. Его заменяют точно таким же, с огромными расходами на строительство. Единственное отличие – новая функция в виде баскетбольного кольца снаружи. Тем временем, каждую ночь через черный ход в мэрии, идет утечка документов с конфиденциальной информацией – от данных банковских счетов до медицинских карт. Но никто не может ничего с этим поделать, потому что подписанное пользовательское соглашение запрещает поиск и устранение уязвимых мыслей. И как бы абсурдно это ни звучало, когда дело касается нашей цифровой инфраструктуры, такой как компьютерные программы, которыми государство пользуется ежедневно, именно так все и происходит. Потому что чаще всего наше правительство закупает несвободное программное обеспечение. Это значит, что огромные деньги уходят на лицензии, которые выдаются на ограниченный срок, и ущемляют нас в правах. Нам не позволено разумно использовать собственную цифровую инфраструктуру. А так как исходный текст несвободных программ обычно является промышленной тайной, находить уязвимости или специально заложенные лазейки крайне сложно и даже противозаконно. Но это можно изменить. Если все программы, финансируемые из бюджета, будут свободными и открытыми, мы сможем использовать свою инфраструктуру по своему усмотрению так долго, как нам хочется. Мы смогли бы обновлять ее. Восстанавливать и модернизировать как угодно под свои нужды. А поскольку свободные программы означают, что их исходный код доступен для чтения всем, искать и устранять уязвимости безопасности намного проще. А если что-то надежное и практичное придумано в цифровом виде, то разработку можно применять не только по всей стране. Ее можно внедрять где угодно, даже в мировом масштабе. Отличный пример – программа FixMyStreet. Созданная изначально Великобритании как свободная прикладная программа для обсуждения местных проблем, таких как ямы или выбоины, она теперь используется по всему миру. Это приносит пользу всем, потому что новые функции и доработки доступны каждому. Если бы все наши программы разрабатывались так же, мы перестали бы мучиться с ограничивающими лицензиями. И могли бы начать думать о том, где и как программное обеспечение может помочь нам. Мы могли бы заняться улучшением общества, в котором живем. Итак, если вы думаете, что инфраструктура будущего должна быть в наших руках, помогите нам, делясь этим видео и посетив наш веб-сайт www.publiccode.eu Пора выдвинуть требования. Бюджетные деньги – открытый код.